Обнинск Спортивная школа по волейболу в Обнинске носит имя олимпийского чемпиона Александра Савина. Такой статус просто обязывает новое поколение идти к победам на самом высоком уровне. Успехи у представителей Калужской области есть. В последнее время победы связаны не только с классическим волейболом. Продолжение следует... Эту победу можно считать отправной точкой для пляжного волейбола Калужской области. Настоящий взрыв эмоций и неподдельная радость. Екатерина Хомякова с коллегой по клубу Обнинск Анной Вызаковой не просто в финале континентального кубка. Девушки в составе сборной страны, россиянки-обладательницы путевок на Олимпиаду в Лондоне. Главное соревнование четырехлетия. Лондон и уже в первом матче Анна Вызакова вместе с Анастасией Васиной пишут новую главу в истории российского волейбола. Пара из Китая, один из лидеров мирового пляжного волейбола, повержена в драматической концовке. Потом был выход из группы и участие молодых российских девушек в плей-офф Олимпиады. И на этом ни спортивная школа Обнинска, ни профессиональный клуб наукограда, ни Калужская область останавливаться не собирались. Эти площадки уже смогли взрастить настоящие звезды российской пляжки. Екатерина Хомякова, Анна Вызакова пробились из Обнинска на Олимпиаду в Лондон. С появлением нового центра у воспитанников спортивной школы Савина появились еще большие перспективы. Реальностью стали не только олимпийские мечты. О новом центре для подготовки здесь говорили уже давно. Смелые надежды сбылись и помогла в этом целевая федеральная программа. За развитием физической культуры и спорта следит не только регион, но и государство. Чемпионка Европы среди студентов и серебряный призер чемпионата страны Дарья Суворина родилась и выросла в Обнинске, а теперь будет воспитывать новое поколение чемпионов на Калужской земле. Вот такой крупный у нас уже центр есть. Вы, Дарья, все-таки наблюдаете за развитием волейбола в Обнинске с самого его начала, можно сказать. Ожидали ли вы в то время, когда начинали играть, выступать, что появятся вот такие возможности и такой комплекс? Нет, естественно, в самом начале, когда мы только начинали, то есть это как раз мой возраст, мы были, скажем так, вот, ну, некоторыми, не то что разначальниками именно Обнинского пляжного волейбола, но, скажем так, испытательное поколение, потому что на нас все проверялось и испытывалось, то есть шли к каким-то достижениям всеми возможными путями. Естественно, когда это все было изначально, только площадки, и то не в таких масштабах, конечно, ни у кого даже мысли не было, что будет когда-нибудь такой центр именно в Обнинске. Какое количество вообще таких подобных хотя бы центров есть в нашей стране? Ну, есть несколько, есть в Анапе, в Питере, в Москве, но они не специализированы именно для пляжного волейбола. То есть в холодное время года-то можно, конечно, тренироваться, но все равно это немножко не тот уровень. Как вы считаете, как изменится подготовка волейболистов наших пляжного волейбола в связи с появлением такого большого центра? Может быть, есть какие-то уже конкретные цели, какие-то стратегии? Да, разумеется, то есть если приходилось постоянно спортсменов вывозить куда-то за границу, потому что, ну, это невозможно, скажем так, сымитировать песок, ну, это никак не получится, какие бы там маты ни были или еще что-то. Вот, приходилось уезжать куда-то, соответственно, это и затраты, это смены климатических и часовых поясов, то есть, ну, оно полезным никогда не бывает. А так все дома, все здесь, все рядом, в комфортных условиях, в домашней обстановке. И все-таки главный вопрос, я так понимаю, это зима, теперь пляжный волейбол будет у нас даже в минус 30. Конечно, естественно, это самый огромный плюс, какой только может быть. Это будет доступно и для всех, то есть не только для профессиональных спортсменов, но также и для любителей, для детей в первую очередь. То есть наша задача – это вырастить боеспособное, скажем так, поколение и в подпуре для наших олимпийских сборных, потому что сейчас мы остро чувствуем нехватку именно молодого поколения нашего олимпийского резерва, а это теперь все будет возможно с появлением такого комплекса. Обнинск – город, в котором спорт, как и наука, ставится во главу угла. Так что сомнений в том, что новый центр для пляжного волейбола будет востребован, нет. У жителей Наукограда перед глазами прекрасный пример, как спортсмены воплощают свои мечты в победы на самом высоком уровне. После выступления на Олимпиаде обнинских девушек постепенно на аванс сцену выходят и юноши. Артема Ерзуткина и Олега Стоиновского, несмотря на их молодость, многие специалисты уже давно называют будущим российского пляжного волейбола. Молодые ребята успели доказать свою состоятельность на международных турнирах. Так ими были выиграны юношеские Олимпийские игры и юниорский чемпионат Европы. Есть такая площадка в Анапе, в Питере есть скрытый зал, в Москве тоже построили недавно. Это очень большой бонус нашему клубу в зимнее время года. Не надо будет нам уезжать в теплые страны. Более 500 человек и 30 групп разных возрастов. В школе Александра Савина создали достойные условия для профессионального роста. Может и не все станут чемпионами, но рассчитывают здесь на каждого. Регион-лидер продолжает идти по пути побед. Современный комплекс из-за предельной возможности. Именно так теперь можно говорить о калужском волейболе. Обнинск рисует реальные перспективы для развития этого вида спорта не только в регионе, но и по всей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова